Спортивное состязание человека против животных. Кто кого? Зачем турецкие борцы норовят залезть руками в штаны соперника? И насколько высокими получаются человеческие башни на спортивном фестивале в Каталонии? Я Геннадий Войтович. В эфире Планета спорта. Проект о спорте с непривычного ракурса. Да, соревноваться с лошадью, да и вообще с животными весьма непросто. Ведь зачастую они превосходят нас и в силе, и в скорости. Хотя человек неоднократно пытался доказать свое физическое превосходство над животными. Ну а что из этого вышло, смотрите в нашем сюжете. В конце 19 века бокс переживал золотые времена и собирал толпы зрителей, развлекать которых ушлые промоутеры решили спаррингами своих бойцов с кенгуру. Столько зверька было один в один боксерская. Объясняется это природными особенностями. Передние лапы используются для защиты в виде захвата атакующего, что напоминает клинч. Правда затем животное, опираясь на хвост, наносит удары более сильными, нижними конечностями. Такие сражения считались элементом шоу, предварявшим главные события вечера, а в дальнейшем быстро перекочевали в цирковую сферу. В наши дни кенгуру и бокс мало что связывает благодаря стараниям зоозащитников. А значит свой главный бой сумчатый симпатяга у глупого человека все-таки выиграл. Гораздо сложнее приходится быкам, хотя эти здоровяки уж точно могут за себя постоять, не глядя на маниакальное желание многих ховбоев прокатиться на них верхом. Основным мероприятием любого родео является так называемый булрайдинг. В этой дисциплине ключевая задача удержаться на спине разъяренной бестии в течение 8 секунд. После этого судьи оценивают мастерство наездника. Кроме того, свои баллы за сопротивление получает и бык, что сказывается на общей сумме очков участников, а показатели животных выводятся в отдельную таблицу. Случалось такое, что среди них появлялись настоящие звезды, сбрасывавшие с себя всякого наглеца на протяжении нескольких лет подряд. К слову, сбросить назойливого человека со своей спины стремятся не только быки, но и лошади, которые также зачастую становятся героями родео. Чтобы соревнование считалось конкурентным, необходимо быть уверенным в мотивации оппонента, что всегда вызывает сомнения по отношению к зверю, который, будем откровенны, не до конца понимает, чего же от него хотят. Впрочем, американским телевизионщикам удалось смоделировать условия, в которых самка орангутанга наотрез отказалась уступать борцу сумму. Сразиться им пришлось в перетягивании каната. С одним условием – неудачник будет сброшен в грязевую яму. Несмотря на все усилия, увесистый спортсмен схватку проиграл, а обезьяна справилась играючи, как будто намекая, что к теории эволюции у нее есть вопросы. Случается, что человек вынужден искать новый вызов, не замечая конкурентов среди себе подобных. Майкл Фелкс побил все возможные рекорды, выиграл 23 золотые медали на Олимпиадах и решил превзойти в скорости главного подводного спринтера – белую акулу. В 2017 году фанаты сходили с ума от предвкушения этого заплыва у побережья Южной Африки. Чтобы подровнять шансы, для американца был разработан специальный плавник. Он достойно прошел 100-метровку, уступив лишь 2 секунды. Увы, к разочарованию многих соревновался Фелкс не с настоящей акулой, а с ее компьютерной моделью, которой были заданы нужные характеристики. А красивая картинка заплыва бок о бок стала продуктом видеомонтажа. Честнее поступил многократный чемпион мира Филиппо Маньини. Итальянец не использовал высокотехнологичный инвентарь и был действительно рядом с дельфинами. По задумке у него была фора в одну длину бассейна, но преимущество морских умниц оказалось подавляющим. Какая бы сумасшедшая идея не пришла в голову людям, лишь одно животное в мире с радостью ее подхватит. А если это еще и предложение как следует порезвиться, то лучший друг человека будет вне себя от счастья. В 2012 году во время шоу мастеров BMX прошла гонка с препятствиями между велосипедистом и собакой. Байкер потешил самолюбие победой, хотя первым к финишу пришел пес. Кто-то скажет, что наглый жулик срезал дистанцию на поворотах, а ничего, что человек перемещался не на своих двоих, а на велике. Поэтому 1-1 наверняка так может ответить четвероногий атлет. Люди завистливы по своей природе. И даже будучи самым шустрым спринтером на свете, человек все же далек от рекордов дикой природы. К примеру, гепард может пробежать 100 метров менее чем за 6 секунд. Казалось бы, какие могут быть шансы? Но наивный регбист Брайан Хабана решил попробовать. Чтобы заставить хищника бежать, а заодно отвлечь его внимание от спортсмена, была использована овечья нога. Инстинкт сработал. А кто рядом шел пешком, гепард вряд ли вспомнит. Легкоатлет Шон Кроуфорд выбрал соперников попроще. Сперва обошел жирафа, а вот зебру одолеть не сумел. Игрок NFL Деннис Нордкарт соревновался с самым быстрым животным, перемещающимся на двух ногах – страусом. Победить ему удалось, но, кажется, птица даже не думала выкладываться на максимум. А вот когда Деннис обозначил преследование, пернатый включил крайнюю передачу и убежал. В середине 20 века развлекал поклонников с обегами против лошадей легендарный Джесси Оуэнс. В коротком спринте он добивался успеха. Хотя поговаривают, что изрядно хитрил. Звук стартового пистолета пугал рысаков и таким образом давал преимущество. Пожалуй, единственным примером регулярных и в полной мере равноправных соревнований между людьми и животными следует признать британский марафон «Человек против лошади». Организаторы в далеком 1980-м подумали, что дистанция около 35 километров по пересеченной местности не дает преимущества никому из участников. Хотя первого победителя среди Homo sapiens пришлось ждать четверть века. За всю историю соревнований лишь три человека смогли опередить скакунов. Но главное, что они есть. Хотя, вероятно, мудрые животные просто не хотят, чтобы мы расстраивались. Залог успеха в борьбе – это сила, выносливость, техника и вера в себя. И тогда дело пойдет как по маслу. Кстати, масло вам тоже пригодится, особенно если мы говорим о турецкой борьбе. Смотрим. Если вы увидели на центральной площади облитых маслом мужчин, которые лезут друг другу в штаны, не паникуйте. Перед вами участники соревнований по гюреш. Другими словами, турецкой масляной борьбе. Турниры ежегодно проходят в разных районах Турции. Но главное состязание, где участвуют профессионалы, ежегодно принимает город Кырк-Пынар. Побороться за звание самого стойкого выходит более двух тысяч облитых маслом подростков и мужчин в возрасте от 11 до 45 лет. При этом соперников не делят по весовой или возрастной категориям. Поэтому на поле боя могут выйти борцы с совершенно разными габаритами. Из одежды на них лишь кизбеты – специальные штаны из бычьей кожи. Перед стартом турнира на площадке появляется емкость с непосильным противником для всех участников – оливковым маслом. Им бойцы с ног до головы обмазывают друг друга. А после скользкие блестящие спортсмены, которых называют пихлеваны, выстраиваются в шеренгу для представления каждого участника. Далее идет деление по парам и начинается самое интересное. Цель боя – уложить соперника на лопатки или поднять его над собой. Главное – это поставить оппонента в положение, при котором его живот обращен к небу. Только вот когда твой визави в прямом смысле выскальзывает из рук, сделать это непросто. Залог успеха – это цепкий захват. Причем самая выигрышная позиция – это произвести захват за специальную лямку, расположенную в штанах борцов. Именно поэтому спортсмены так и норовят залезть в штаны друг к другу. Со стороны такое зрелище выглядит немного странно и забавно, но привыкшие зрители воспринимают необычные приемы как должное. Пехлеваны борются не только под крик болельщиков, но и под звуки национальных инструментов – ударного давула и духовной зурны. Такая музыка выбрана неспроста, ее тягучесть и прочность соответствуют неиспешности самой борьбы. При этом музыканты и судьи одеты в национальные османские костюмы. Это еще один обязательный атрибут зрелища, кроме масла, конечно. Особая роль также отведена ведущему. Он не только представляет спортсменов и комментирует ход боев, но и периодически вставляет мусульманские молитвы на арабском языке и читает стихи, отдавая таким образом дань уважения многовековой традиции. Гюреш – это национальный вид спорта Турции, который насчитывает многовековую историю. Сегодня это не просто спорт, но дань традиции и культуре. Именно поэтому борьба Гюреш занесена в список нематериального наследия ЮНЕСКО. А победитель главного турнира получает не только золотой пояс и внушительный денежный приз, но также вечную славу и почет. Идти по головам, карабкаясь все выше и выше. Порой в спорте именно так и добиваются успеха. А иногда это и вовсе единственный способ победить. Как, например, в Каталонии на фестивале человеческих башен. Если вам нравится смотреть, как энергичные команды чирлидеров строят человеческие пирамиды, то вам точно стоит заглянуть в Каталонию, где пошли намного дальше. Хотя правильнее сказать выше, ведь из собственных тел они возводят настоящие небоскребы. Это захватывающее дух мероприятия называется фестивалем кастелей, то есть человеческих башен. История спортивного фестиваля насчитывает уже более 200 лет. Традиционный каталонский танец некогда включал в себя акробатический элемент, в котором люди выстраивались в какую-либо фигуру. Как вы понимаете, танец местным любителям острых ощущений наскучил, и они стали соревноваться в создании высоченных конструкций, стройматериалом в которых были они сами. Главным центром событий является Тарагона, где раз в два года проходит крупномасштабный турнир. Порядка полусотни команд съезжаются из различных уголков Испании, в каждой из них примерно по 80 и более человек. В основе конструкции большая группа крепких мужчин, представляющих собой этакий фундамент. На верхние этажи поднимают детей в возрасте от 7 до 10 лет. А один из них, именуемый Энгсонетой, взбирается на самый пик. Поднятая ладонь сигнализирует об окончании строительства. Самые опытные коллективы в состоянии формировать башни из 8 и даже 9 ярусов. Однако судьи оценивают не только высоту костели, но и сложность ее конфигурации, а также слаженность командной работы при возведении башни и при возвращении спортсменов на исходные позиции. За атмосферу мероприятия отвечают специально приглашенные музыканты, которые мелодиями народных духовых инструментов или барабанным боем добавляют щепотку драматизма в происходящее, заставляя зрителей замирать и переживать за судьбу смельчаков. Этот праздник является предметом настоящей гордости для каталонцев. Многие из них недоумевают, почему многочисленные туристы игнорируют посещение фестиваля, дескать, не увидеть костели, равносильно отдыху в Египте без посещения пирамид. Традиция настолько глубоко укоренилась в местную культуру, что в 2010 году была отмечена ЮНЕСКО и внесена в список нематериального наследия человечества. Сами жители региона видят в костелях отражение общественного устройства, когда старшее и более опытное поколение формирует собой основу, поддерживает и несет ответственность за молодежь, которая медленно пробирается наверх, но совсем скоро, уверенно, зайдет на вершину. Я Геннадий Войтович. Вы смотрели «Планету спорта». Проект о спорте с непривычного ракурса. Всем спортивных побед и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова